Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, мы рекомендуем это сделать. На нашем канале вы найдете большое количество полезного и интересного материала о том, что касается выбора поддержанного авто. В том числе и обзоры на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технического плана, где мы детально разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего обзора, который наконец-таки попал в наши руки, и это, заметим, в первый раз в нашей компании, довольно интересный автомобиль. Его предшественники предыдущей генерации разошлись по России, в том числе и в бэушном виде, естественно, в праворульном импортированы. Такие машины были в большинстве своем из Японии огромным тиражом. Машина достаточно популярна у тех людей, кто ищет для себя надежное, простое, ежедневное транспортное средство с минимальным расходом топлива. Если в данный момент вы задумались о том, как потратить сумму от полутора до двух миллионов рублей на машину без пробега по России, конечно, с правосторонним расположением рулевого управления и гибридную, посмотрите наш ролик. Возможная информация, которую мы здесь дадим, натолкнет вас на какие-то мысли по этому поводу. Встречайте, Toyota Prius, четвертое поколение, 50-й кузов. Приус в 50-м кузове появился в 2015 году. На конвейере эта машина продержалась по современным меркам довольно много, целых 8 лет. С производства эту машину снимают только сейчас, в 2023-м, когда она уступает место новой модели. При этом 2018 год привнес в жизнь Приуса рестайлинг, который слегка сгладил его рисковатые внешние черты. Выбора агрегатов у покупателя этой модели, по сути, не было. Машина производится с одним единственным возможным вариантом. Силовая установка под капотом этого Приуса включает в себя бензиновый двигатель на 98 лошадиных сил, в паре с которым трудится электромотор. Мощность электродвигателя в пересчете на лошадиные силы около 72. Выбирать можно было лишь комплектацию и тип привода. Впервые в истории Приуса машину можно купить с полным приводом, где за подключение задней оси в работу отвечает отдельный электромотор небольшой мощности. Наш сегодняшний экземпляр – автомобиль 2019 года выпуска. Аукционная оценка 4 балла, полностью в заводской краске и пробег по Японии 111 тысяч километров. К четвертому поколению Toyota Prius изрядно прибавила в габаритных размерах. Длина автомобиля теперь составляет 4 метра 54 сантиметра, ширина 1,76 метра, а высота 1,47 метра. Колесная база этого лифтбэка так правильнее будет именовать кузов 2 метра 70 сантиметров. Ну а что касается толщины заводского окраса, то на Prius этой генерации окрас стандартный для большинства автомобилей внутреннего рынка Японии. Показания толщиномера будут лежать где-то в диапазоне от 90 до 130 микрон для заводской краски. Говорить о появлении ржавчины на этих пока по максимуму 8-летних моделях еще преждевременно. Автомобили еще банально слишком свежие. Выждем еще хотя бы 5-7 лет и посмотрим, что будет. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начинаем с багажного отделения. Доступ куда? Нам открывает довольно увесистая крышка багажника с обилием остекления. Толожный объем багажного отделения для полноприводной версии 457 литров, для моноприводной 502 литра. Давайте посмотрим, что это такое в линейных размерах. Но даже при первом взгляде в багажник этого автомобиля бросается в глаза его небольшая высота. Все здесь очень похоже на самом деле на Toyota C-HR в гибридном исполнении. Ширина проема в его верхней части это 102 сантиметра. Высота багажного отделения, которую здесь уместно замерить примерно до полки или чуть выше ее, ввиду большого наклона заднего стекла, это порядка 42 сантиметров. И длина багажника по полу от спинок задних сидений это 84 сантиметра. В случае необходимости перевести крупногабаритный груз, вы, конечно, можете сложить спинки заднего сидения. Образуют они здесь почти ровный пол с полом багажника, но опять же с большой высотой этой самой поверхности. Длина в этом случае увеличивается до 1,70 м. Ну а если груз узкий и длинный, и вы протолкнете его между передними сидениями до самой центральной консоли, то вы можете, в принципе, перевозить нечто длиной до 2 метров 40 сантиметров. Что касается дополнительных удобств багажника 50-го Prius, то это два крючка для пакетов с нагрузкой до 4 килограмм, каждый плафончик освещения по левой стороне и подполье, которое не представляет здесь собой что-то супер вместимое, однако здесь имеются пенопластовые отформованные ниши, где хранится штатный инструмент, то есть домкрат, буксировочная петля, вороток, баллонник, а также центральная ниша с пластиковым контейнером, в котором у нас располагаются штатный герметик и компрессор. Никакой докатки здесь, естественно, нет, только ремнабор. Кстати говоря, багажник в этом автомобиле отделан своего рода ворсистым материалом, довольно приятным на ощупь, а не царапучей пластмассой. Ну а теперь поговорим про салон 50-ки. Попадая сюда, первое, что отмечаешь, это опять же профиль сидения. Здесь довольно-таки развитая боковая поддержка, как у спинки, так, собственно, и у сидения. Сидеть довольно-таки удобно. Мне с моим ростом 1,86 м быстро удалось подобрать для себя удобную посадку за рулем этого автомобиля. Здесь вопросов нет. Рулевая колонка 50-го Prius имеет регулировки во всех направлениях, причем диапазон регулировки довольно-таки хороший. Опять же, благодаря приборной панели, которая располагается по центру, вы не перекроете обзор на приборную доску ни при каком положении руля. Тоже своего рода плюс. И, в принципе, это достаточно удобно. Диапазон регулировки водительского сидения, которое, естественно, снабжено регулировками механическими, здесь довольно-таки широкий. И если отодвинуть сидение до упора назад и сдвинуть также в нижнее положение, то я могу констатировать следующий факт. Моя левая нога в данном случае полностью выпрямлена в колене, носок натянут максимально вперед, и я еле как достаю пол салона. А вернее сказать, не достаю. Придется сделать вот так, чтобы дотянуться до пола. Так что в этом автомобиле, скорее всего, даже людям высокого роста удастся подобрать для себя удобную посадку. По части подлокотников здесь все в порядке в плане их количества. Есть центральный подлокотник, отделанный тканью, есть подлокотник на дверной карте. Но располагается он довольно низко, поэтому не каждому человеку будет удобно пользоваться им при вождении. Руль здесь маленького диаметра, отделан кожей, имеет выраженный профиль под большие пальцы. Вообще, в целом, довольно удобный. Что касается кнопок и прочих органов управления, в данном случае на дверной карте у нас под рукой удобно располагается блок кнопок управления стеклоподъемниками, центральный замок, блокировка стекол и зеркала, регулировка складывания. С правой стороны от кнопки запуска автомобиля, которая полностью перекрывается рулевым колесом, от вашего взгляда при любом положении, присутствует блок клавиш управления дополнительными опциями. В данном случае это система автоматического переключения светофар ближний-дальний и система стабилизации. На рулевом колесе с левой стороны клавиши управления мультимедийной системой, причем довольно-таки удобные, тактильно различимые. Справа навигационная клавиша для меню бортового компьютера и вспомогательные системы, такие как контроль движения в полосе, а также система сигнализации сближения с препятствием. Круиз-контроль на этом автомобиле активируется при помощи маленького рычажка. Он абсолютно типовой, такой же вы могли видеть и в Toyota RAV4 2006, например, года, и такой же стоит в автомобиле года 2019. Впрочем, на удобство пользования им этот факт никак не влияет. Подрулевые переключатели здесь у нас ровно там, где должны управлять ими удобно, тянуться никуда не приходится, они на месте. Остальная приборная панель на этом Prius вообще не перегружена клавишами. В принципе, это даже на самом деле интересно выглядит. Это таки минимализм по-тойотовски. Пульт управления климат-контролем, полностью автоматическим, но однозонным, здесь выполнен как-то по-новому, не похоже на все прочие Toyota, с которыми мы имели дело. По сути дела, клавиш немного. Центральные три кнопки, которые не подписаны, кроме правой регулировки температуры, здесь довольно с приятным усилием перещелкиваются. Вы можете регулировать направление обдува, скорость вентилятора и, конечно, температуру. Плюс это может работать в авторежиме. Включил и забыл. Под климат-контролем располагается джойстик управления трансмиссией. Он здесь нефиксируемый, такой же, как на предыдущих Prius. Здесь отдельная клавиша, отвечающая за активацию режима парковки и выбор режима движения автомобиля. Режим движения чисто на электротяге, либо режим движения экономичный, либо спортивный. В нашей комплектации стоит стандартная двухдиновая магнитола, на экран которой выводится картинка с камеры заднего вида, причем довольно неплохого качества. Край заднего бампера здесь виден. Ну и, в принципе, больше особо ничего для парковки задним ходом и не требуется. Надо отметить, что в этом автомобиле довольно приятная графика и шрифты. Выглядит это все очень аккуратно, как-то по-современному. И приборная панель также весьма удобна в использовании. Что касается бардачков, полочек и разного рода мест для хранения, тут ситуация следующая. На центральной консоли посредине у нас есть большая площадка с прорезиненным покрытием, куда можно положить, например, мобильный телефон и два подстаканника. Основной бардачок здесь довольно-таки маленький. Даже папку формата А4 вы сюда с большой долей вероятности, не помяв, не положите. И на центральной консоли, если вы откроете центральный бокс, то обнаружите, что он достаточно длинный, глубокий и имеет внутри также полочку, которую можно поставить так, как вам будет удобно для хранения разного рода мелочевки. Но при этом, кстати, сам подлокотник никак не регулируется по длине. Внизу дверных карт у нас есть традиционные карманы, но они здесь довольно маленькие и передняя часть, как водится, отформована под бутылочку. Но проблема в том, что расстояние от низа этого кармана до подлокотника может оказаться и недостаточным, если бутылка будет чуть больше, чем объем 0,33 литра. Также, находясь за рулем этого автомобиля, стоит отметить и очень неплохую обзорность на самом деле. Особенно по сравнению с Toyota C-HR. В данном случае линия бокового остекления как будто ниже, чем мы привыкли видеть в современных автомобилях. Боковые зеркала, несмотря на зауженную форму, все равно довольно большие для легкового автомобиля по площади и информативные. Ну а уходящая далеко вперед приборная панель, плоское лобовое стекло и видимый в кои-то веки капот, пусть и не весь, добавляют ощущение простора и чувства габаритов. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на задних сидениях. Заднее сидение Prius 50. Я сижу сам за собой, в своей удобной регулировке. Это не максимально отодвинутое назад сидение водителя. При таком положении, расстояние от моих коленей до спинки сидения здесь есть. И это порядка двух сантиметров. То есть сидение я не касаюсь. Но при этом сказать, что здесь очень много места я не могу. Также обращает на себя внимание контраст между профилированными передними сидениями и абсолютно плоской подушкой заднего сидения. Кое-какой профиль здесь выражен разве что на спинке. При этом угол наклона заднего сидения регулировать вы не можете. И на мой вкус он достаточно вертикальный. Мне было бы удобнее, если бы все-таки сидение было более пологим. Что касается запаса пространства над головой, то несмотря на скос крыши, который здесь имеет место быть, и он явно выражен, место все же есть. Хотя его тут уже и немного. Что касается опоры для локтей, под правую руку у задних пассажиров есть подлокотник. И в данном случае он как раз-таки на месте, в отличие от переднего сидения. И центральный подлокотник довольно большой по ширине, с двумя подстаканниками. В принципе, вот в таком положении, если немножко расслабиться, уже можно отправляться даже в дальнюю дорогу. Что касается размещения третьего пассажира, в принципе, здесь это сделать можно. Есть запас и по ширине, есть плоская часть центрального сидения, на которое можно разместиться, но на полу присутствует, хоть и очень слабо выраженный, невысокий, но все же тоннель. Что касается подкапотного пространства этого бензиноэлектрического автомобиля, за бензиновую часть здесь отвечает все тот же старый добрый 2ZTR FXE, адаптированный для работы по циклу Аткинсона-Миллера. Рядная алюминиевая четверка с цепным приводом газораспределительного механизма, фазовращателем на впускном распредвалу и гидрокомпенсаторами, что предопределяет отсутствие необходимости влазить в двигатель для регулировки тепловых зазоров клапанов. А вот гибридная составляющая в данном случае, хотя и сохранила ту же архитектуру, что и на предыдущем Prius, но была все-таки переработана прежде всего в сторону уменьшения габаритных размеров и веса компонентов. Сердцем гибридной части этого автомобиля является инвертор-преобразователь, который занимается тем, что преобразует постоянный ток батареи в перемены для питания электродвигателей, которых здесь два. Мотор-генератор номер один выполняет здесь как функцию, собственно, генератора электроэнергии, так и функцию стартера, плюс еще и функцию перемены передаточного числа оборотов от двигателя на колеса. Мотор-генератор номер два здесь работает для подзарядки батареи в режиме рекуперации, а также в качестве тягового двигателя при начале движения и в езде на небольших скоростях, когда основной бензиновый двигатель заглушен. Надежность всей этой схемы проверена временем и многими сотнями тысяч автовладельцев. По большому счету каких-то претензий к данной силовой установке как по бензиновой, так и по электрической части нет. Бензиновый двигатель на Prius'ах отрабатывает 300 и более тысяч километров пробега. Да, некоторые владельцы сталкиваются с расходом масла на угар по причине довольно-таки тонких колечек, но банальное обновление колец здесь может поправить ситуацию. Плюс с учетом обилия подобных агрегатов на вторичном рынке в контрактном виде, иногда дешевле бывает не заморачиваться с приведением в порядок своего 2ZR FXE, а просто выкинуть этот двигатель и поставить туда контрактный с меньшим пробегом. Помните о том, что обе ипостаси силовой установки Prius'а имеют собственное охлаждение, как бензиновый двигатель, так, собственно, и инвертор-преобразователь. Охлаждение это жидкостное, соответственно, здесь два контура с антифризом, которые нужно менять по отдельности, ибо они не сообщающиеся, и два насоса системы охлаждения. Вместо коробки передач в данном случае используется планетарный редуктор набор шестерен и практически ничего более, соответственно, поломать коробку на Prius'е – это что-то за гранью фантастики. Трущихся частей наподобие фрикционных накладок, ремней и так далее в этой коробке нет. Ну а перед тем, как посмотреть на 50-й Prius снизу на подъемнике, давайте глянем, как обстоят дела с дорожным просветом. По каталогу клиренс этой модели 135 мм, и это на самом деле так. Самая низкая точка в данном случае находится под защитой моторного отсека. До нее от земли как раз-таки 135 мм ровно. Но сам бампер находится повыше. Его низкая точка в задней части – это порядка 16 см от поверхности земли. Чуть меньше 14,5 см до брызговичка. Так что, в принципе, к поребрикам можно подъезжать. Правда, с некоторой осторожностью. Передняя губа в данном случае отстоит от асфальта на целых 19 см. Расстояние от земли до порога за передним колесом – это около 17,5 см. В задней части порога самая низкая точка – это часть пластиковой накладки порога, до которой от земли 16 см. Сам поддомкратник здесь находится выше и чуть ближе к передней части автомобиля. Ну, а что касается заднего бампера, то расстояние до его края здесь – это 23 см. Правда, ниже этой отметки будет свисать банк оглушителя, которая тут располагается поперек, но висит она не слишком низко. До нее порядка 22 см. При взгляде на 50-й Prius снизу обращают на себя внимание два аспекта. Первый – это состояние автомобиля, но что, в принципе, достаточно естественно. Все-таки машина 2019 года, и на данный момент ей едва-едва исполнилось 4. Никакого намека на коррозию, даже близко здесь, естественно, нет. Что касается конструктива передней подвески, это самый обычный Макферсон. Причем на нижних рычагах шаровые опоры сделаны съемными. Соединение здесь болтовое по старинке. Что очень и очень даже неплохо, так как покупать для замены весь рычаг в сборе вам не придется. Стабилизатор поперечной устойчивости в данном случае стоит на подрамнике, причем стоит он ближе к передней части автомобиля. Доступ туда, конечно, закрыт многочисленными пластиковыми защитами. И, скорее всего, для обслуживания стабилизатора, например, для замены втулок, вам все-таки придется демонтировать передний подрамник. Вообще, практически вся площадь днища Prius 50 в данном случае закрыта защитами, либо пластиковыми, либо термоэкранами. Собственно, в тоннеле пола, про который мы упоминали, находясь на заднем сидении, проходит выхлопная система, где каталитические нейтрализаторы выстроились в одну шеренгу. Также в данном случае мы видим вход кабеля высоковольтного к батарее, которая в данном случае располагается у нас под задним сидением, а не в багажнике. И саму заднюю подвеску 50, которая по сравнению с предшественниками претерпела изменения в сторону конструктивного усложнения. Теперь здесь у нас не обычная балка, а многорычажная схема. Тремя поперечными рычагами. То есть подвеска в данном случае стала независимой, что призвано, по идее, положительным образом сказаться на управляемости. Пока эти машины еще относительно свежие, пробеги на них небольшие, но со временем, скорее всего, когда автомобили перешагнут рубеж в 200+, вполне возможно, какие-то резинки из всего этого хозяйства отправятся на замену. Задний стабилизатор поперечной устойчивости здесь отлично виден. Пруд довольно толстого сечения, выглядит все основательно. Ну а место заднего редуктора, поскольку автомобиль у нас полноприводный, по сути, и занимает тот самый маленький электродвигатель мощностью 5,3 кВт, который обеспечит вашему Prius уверенный старт на скользком покрытии. Но при этом машина не превращается во внедорожник. На бездорожье этот Prius мало чем отличается от обычного переднеприводного легкового седана. Ну и в завершении про топливный бак. В данном случае он имеет весьма хитрую форму. Его объем 43 литра. Сделан он из пластика, так же как заливная горловина, здесь резина пластиковая. Соответственно, никаких вопросов по возможной коррозии компонентов топливной системы на этом автомобиле быть не может по определению. Таким мы увидели сегодня Prius 4-й генерации в 50-м кузове. Напоминаем, это автомобиль 2019 года выпуска. Рестайлинговый, полноприводный, с пробегом по Японии 111 тысяч километров. И аукционная оценка 4 балла. Если вы уже являетесь владельцем 50-ки и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, укажите все это в комментариях, поскольку людям, которые задумались о покупке подобного автомобиля, именно ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет находиться в продаже у нас в автосалоне RDM Import в городе Новосибирске. Всю интересующую вас информацию по автомобилю, включая цену на текущий момент времени, можно уточнить, воспользовавшись контактными данными в описании под видео. Разворачивайте описание и звоните на указанный номер телефона. Спасибо за просмотр, хорошего дня и до новых встреч на канале. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...